Всем привет, вы на канале Апрель. О самых заметных событиях этого дня расскажу вам сегодня я, меня зовут Манас Айджигитов, и сегодня в выпуске. Ситуация на кыргызско-таджикской границе и арест нескольких боткенцев. Их подозревают в провокациях. Жители с этим категорически не согласны. Журналист Болот Темиров сделал заявление главред сайта Факчек Кейджи. Не намерен следовать советам, уехать из страны и собирается дальше выводить на чистую воду коррупционеров. Московский таксист из Кыргызстана и жена российского футболиста Павла Погребника. Мелкий конфликт, который дорос до больших дискуссий в интернете. Что со снежным барсом и сталасом? Как он себя чувствует после операции? Как выясняется, в него стреляли. Итак, поехали. Сегодня в Бишкеке вновь был митинг. К Белому дому вышли члены общественного объединения Чегара. Они требуют от властей освободить четырех жителей приграничного с Таджикистаном села Кукташ, ранее задержанных, по подозрению в провокациях. Милиции, говорят митингующие, считают, что они своими действиями обостряли ситуацию на границе. Хотя на самом деле, по словам сельчан, провокаций не было. Мужчины вышли уже после конфликта, чтобы защищать свои дома. Мужчины вышли уже после конфликта. В минувшую субботу отметим, была информация, что милиция задержала шестерых человек. Требуя их освободить, жители села Кукташ перекрыли дорогу Ошбаткен и Свана. В это же время с таджикской стороны собралась также толпа. После словесной перепалки стороны вновь начали бросать друг в друга камни. Для наведения порядка милиция стянула дополнительные силы. К вечеру того же дня дорогу открыли. Обстановка сейчас на границе, как сообщает пограничная служба Кыргызстана, спокойная. Накануне женщины и дети, эвакуированные в здание школы села Кукташ, вернулись в свои дома. Пограничные наряды двух стран усиленно патрулируют условную линию границы. Завтра, как отмечается, на пограничной территории планируются кыргызско-таджикские переговоры в расширенном составе. Сообщается, что кроме руководителей пограничных служб, на встречи будут принимать также генпрокуроры, главы комитетов нацбезопасности и министерств внутренних дел двух стран. Тем временем, в Аше милиция продолжает допрашивать сотрудников Клоупа. Сегодня в УВД, как пишет СМИ, допрашивали бывшего работника из здания. До этого допросу подверглись журналист, оператор и водитель Клоупа. Съемочная группа, как сообщается журналистами, производила в Аше съемки заброшенного здания. Милиция сразу же начала досудебное производство. Скорость такой реакции удивила многих пользователей соцсетей и некоторых депутатов. В Аше по номеру машины сразу же нашли водителя журналистов Клоупа и вызвали на допрос в Бишкеке, где везде камеры. Все еще не нашли избивших главного редактора фактчека Болот Атемирова. Это возмутительно. Мы требуем, чтобы правоохранительные органы в кратчайшие сроки нашли нападавших на журналистов людей и тех, кто отдал им такой приказ. Сам Болот Атемиров на своей страничке в Фейсбуке сделал заявление, которое сразу же стало вирусным. Им сейчас делятся его коллеги, друзья и не только. Многие выражают поддержку Болоту. Этот пост он написал спустя два дня после нападения на него неизвестными возле офиса редакции сайта фактчек Кейджи. Болот рассказывает, что некоторые журналисты во время интервью с ним и следователи, которые сейчас расследуют факт нападения на него, пытались выудить у него прямые обвинения в адрес Матраимовых. Но он этого не сделал. Теперь же, пишет он, он делает открытое заявление. Когда они меня пинали, в один момент я подумал, что меня убьют и испугался. Я валялся у них в ногах, просил жалости. Балдар, болду. Но они продолжали меня еще долго избивать. Сейчас я корю себя за ту слабость. Лучше бы вы дали приказ убить меня. Знаете, я обладаю знаниями и буду учиться еще. Я найду каждый ваш украденный тыин. Раскрою каждое ваше преступление. Положу свою жизнь на это. Теперь я вас не боюсь. Я готов умереть, потому что у меня нет другой родины, кроме Кыргызстана. Я напомню, факт нападения на журналиста Болота Тимирова милиции рассматривается пока как банальный грабеж. Журналистское сообщество считает, что это был акт устрашения нашего коллеги, который занимается расследованием коррупции в стране. Я тоже хочу поддержать Болота. И, как все мои коллеги, требую от правоохранительных органов оперативно найти и привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков нападения на Болота Тимирова. К другим новостям в соцсетях. Мелкий конфликт в Москве между таксистом из Кыргызстана и женой футболиста Павла Погребника вызвал такой шум, что этот случай даже показали в новостях некоторых российских телеканалов. А кыргызстанца заблокировали в службе такси. Между тем, телег, так зовут таксиста, рассказал свою правду о том, что произошло между ним и женой футболиста. Далее подробности. Вы не привезли меня в дом 36. Это 16. Дом 16. Дом 16. Дом 16. Дом 16. Дом 16. Жена российского футболиста Павла Погребника Мария на днях повздорила с таксистом из Кыргызстана. Девушка пожаловалась, что ее не довезли до пункта назначения. Более того, таксист этот выбросил вещи Марии и уехал. Вы что делаете? Отдайте мои вещи. Вы смотрите, меня выжвырнули из машины. История-то получила широкую огласку. Таксисты из Кыргызстана буквально затравили московские телеканалы. Не довез, а довел до истерики. Жену футболиста Павла Погребника Марию бесцеремонно высадили из такси. После того, как разгорелся скандал, Мария опубликовала видеообращение в инстаграме. Когда мы подъехали к месту, я вижу, что мы приехали с задней стороны дома. Его нужно объехать. Идти очень долго и много. Дом большой. Он сказал, я никуда больше не поеду. Вот я тебя приведу, все выходи. Я говорю, как же так? У меня пакеты. Мне тяжело идти. Сначала даже хотел объяснить свою ситуацию. Но потом, видя, как он стал агрессировать, как он стал орать на меня, даже как-то говорить с издевкой. Типа, давай, выходи. Вот так это все было. Разбираться в ситуации взялся YouTube-канал «Моя столица». Блогеры взяли интервью у таксиста. Парня зовут Телег. И он уверяет, что довез Марию до указанной точки. Девушка вела себя неадекватно, считает парень. Смотрю, она сразу начала орать. Это не та, это вообще не туда ты меня довез. И сразу ударил на полицию. Еще я могу ответить. Просто молчать. И телефон взял, ее тоже снимал. После непродолжительной перепалки Телег написал в службу поддержки «Яндекс.Такси». Не дождавшись ответа, он высадил клиента и поехал на другой заказ. Через два заказа уже меня заблокировали. Через два заказа заблокировали. С поддержкой какая-то реакция была от компании «Яндекс.Такси» на то, что ты рассказал свою версию истории. То есть, что произошло. Здесь должна быть техподдержка. То есть, ты написал сразу. Получается, сразу в момент. Это 8 января 15.55. Пассажир ударил меня. Почему обратный звонок не отвечает? Отвез туда, куда указывали точно. Действительно, точно, к шлагбауму отвез именно по адресу. Что мне оставалось сделать? Пришлось высадить и молча уехать. Что у «Яндекс.Такси»? Те, кто заказывают комфорт. Им что, дозволено? Все, верните деньги за поездку. Тебе деньги получать? Сты за свой счет бесплатно сделают поездку. Ответ от службы поддержки компании «Яндекс.Такси». Блогеры считают, что телег пострадал несправедливо. Он свою работу выполнил. А его все равно заблокировали. Ведь подвезти девушку прямо ко входу ресторана таксист не мог. По его словам, там была платная парковка. Хочется пояснить той же самой Марии. Может быть, она не в курсе. Мария, там в сервисе, вот в заказе, отражена точка. Стоимость заказа, она является фиксированной. На сегодняшний момент нет счетчика. И водитель просто физически не может отклониться от этой точки. Московские блогеры встретились и с Марией. Она созвонилась телеком. И конфликт на этом вроде как исчерпан. «Несмотря на то, что телег и Мария нашли общий язык, доступ к сервису Яндекс таксисту еще не открыли. Канад Канеметов, Роман Ким, телеканал «Апрель». Хорошо, что все у них хорошо разрешается. Хорошо, кажется, складываются дела и у снежного барса, которого раненым нашли в Таласе. Как выяснилось, в него стреляли из дробовика. Покалеченное животное срочно привезли в Бишкек. Здесь ему врачи сделали операцию. И хищник уже идет на поправку. Чтобы отпустить его в его естественную стройду, еще рано ему потребуется длительная реабилитация. Сегодня журналистам, наконец, показали Джа Барса. Так назвали снежного барса из Таласа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если глаза восстановятся, вылетим, если хорошо получится. Тогда через некоторое время его можно будет вернуть уже в условии зоопарка, где уже почище. За ними будут ухаживать. Потому что особь очень молодой. Физиологический рост и половодрелый возраст еще не достигший. И я думаю, все будет нормально. Выяснилось во время операции, что глаза у него были до этого трагического случая были уже больные. То есть воспаление третьего века, конъюнктивит. Джа Барс – это как лук. Барс – это такое. Мы думаем, что это имя ему даст... Как говорят же, как корабль назовешь, так он и поплывет. Мы поэтому думаем, что он духом раз в такой переделке выжил. Мы надеемся, что он дальше будет только больше крепчать. И его организм будет все-таки бороться. И большая надежда, что хотя бы на какой-то процент зрения вернется. Хотя бы, чтобы он силуэты видел, чтобы он мог различать. Ну, как-то вот жить. Но ему сейчас еще нужно время научиться жить. И только пользоваться. И надеяться только на слух и нюх. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ахмёр мы оттуда в джунгальское районо привезли. Она такая красивая. Ахмёр у нас, вы знаете, да? С джунгала там татуи Турсумаева. Она, актриса, так исполнила роль. И мы как бы сравнительно дали кличку Ахмёр. Состояние вылетворительное, среднее. Только возрасте три клыка нет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Почему снежные барсы спускаются с гор и ищут себе пропитание в местах, где они вообще-то не ищут? Я про барса, которого поймали в Нарынском селе. Не это ли знак того, что уменьшается их кормовая база? Архары, моралы, горные козлы, охоту на которых депутаты по-прежнему отказываются запрещать. А что касается раненого барса из Таласа, хорошо, что завели уголовное дело. Даже без заявления самого барса. Теперь мне кажется, чтобы другим было неповадным, нужно милиции найти и обязательно по закону наказать тех или того, кто стрелял в краснокнижника. А что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях. Я благодарю всех, кто смотрит нас. И хочу напомнить, что мы открыли Эльсон для тех, кто хочет нас поддержать. Вот номер 0-990-900-911. Также напомню, что вы можете поддерживать нас финансово и еще и на краудфандинговой платформе Бусти. Проходите по ссылке в описании в наш профиль в Ютубе. Всем, друзья, большое спасибо. Увидимся, когда увидимся.